Очередное свое путешествие Куда дорожные службы региона любезно расчистили нам путь Стартовали мы в метель Однако трасса вполне отвечала потребностям нашего УАЗа Поэтому стартовали мы весьма резво Первой точкой съемок стало село Труслейка Известное с 1682 года как Труслейская слобода Его название происходит от двух мордовских слов Турус, что означает овраг И лейка, что означает ручеек Ручеек и овраг, давшие название селу Православными жителями этого населенного пункта Считаются святыми К сожалению, по нынешним сугробам Туда даже на УАЗе не проехать Но ульяновские краеведы любезно поделились с нами фотографиями Сделанными летом Однако кое-что нам все же удалось снять Очередной выпуск Симбирской кругосветки Сулправда ТВ Начинается в селе Труслейка Индинского района Здесь располагается деревянная церковь Выстроенная во всех старинно русских канонах православной церкви Такие церкви редкость для Ульяновской области Попасть в нее нам не удалось Настоятель церкви окормляет сразу несколько храмов Поэтому храм Николая Чудотворца закрыт до субботы Тем не менее, посмотреть на деревянную постройку позапрошлого века Пусть и отреставрированную в 2002 году Весьма интересно Когда рассказывают о великих ульяновских земляках Часто забывают об уроженце Труслейке Антонии Флоренцеве Этот священник был видным духовным и культурным деятелем Кроме того, был духовником ученого, поэта и инженера Флоренского Расстрельного НКВД в 1937 году Хотелось бы обратиться к людям, отвечающим за сохранение исторической памяти Изыщите возможность и установите хотя бы памятную табличку в селе Село Петина При произношении правильно ставить ударение на второй слог Имя село получило от названия способа арендного землепользования При котором хозяину отдавалась пятая часть урожая Это родовое гнездо дворян Аненковых Одной из известнейших фамилий в дореволюционной России Здесь располагается уникальный храм Следующая точка Инзенского района – это храм села Петина Этот храм гордо возвышается над селом И все рядом с ним кажется мелким и незначительным Основано село, как и многие другие населенные пункты нашего региона В середине 17 века, как казачья слобода Храм во имя Живоначальной Троицы был заложен в 1823 году Анной Ивановной Аненковой Стройка шла 4 года Пожалуй, самый большой из сохранившихся храмов в Ульяновской области Это храм Живоначальной Троицы, который построила Анна Ивановна Аненкова в 1827 году Помещица была очень богатой и известна своей эксцентричностью После победы России над Наполеоном она замыслила построить храм Но все никак не могла приняться за дело Смерть мужа ускорила дело Храм должен был стать данью памяти мужу, капитану лейб-гвардии Преображенского полка Однако во время строительства произошло еще одно событие Которое добавило духовной нагрузки на храм Ее сын Иван Аненков был осужден за участие в восстании декабристов И храм стал еще и постоянной молитвой за грехи сына Судьба декабриста и его жены описана в романе Александра Дюма Отца «Записки учителя фехтования» или «18 месяцев в Санкт-Петербурге» Вышедшем в Париже в 1840 году Нужно отметить, что сам роман был запрещен в России Также по биографии Аненковых снят фильм «Звезда пленительного счастья» С Игорем Костолевским в главной роли До какой же поры жизнь дворян будет коснеть в разврате и в праздности? Неужели позор не отзовется у нас стыдом и оберзением? А вы что скажете? Поручим Я стыжусь моего сословия Я такой же раб, как несчастные дворовые мои матушки С той лишь разницей, что сознаю Сознаю мое рабство В июле-августе 1825 года За полгода до восстания на Сенатской площади Иван вместе со своей невестой Полиной Гебль Провел лето в имении своих родителей в селе Петина Тогда это было большое село По разным данным, здесь проживало от полутора тысяч до трех тысяч жителей Согласно переписи 2010 года Сейчас в селе проживает всего 136 человек Считается, что проект храма принадлежит архитектору Михаилу Каринфскому Который, возможно, разрабатывал его для Троицкого собора На Соборной площади Симбирска Но продал Анне Ивановне Аненковой Стоит он в поле Недалеко от села Одинокий, заброшенный С покосившимися крестами И поросшими зеленью куполами Молчаливый свидетель того безразличия к Богу и его дому Которая порой царит в человеческих сердцах В 1918 году красноармейские отряды Отправились по селам забирать из храма в дорогостоящую утварь В Петине командированная группа обнаружила Что все иконы в золотых и серебряных окладах исчезли Причем местный приход был самым богатым Вот как об этом рассказывают Один из крестьян указал на настоятеля храма священника Иоанна Ягодинского Якобы спрятавшего святыни Однако обыск храма и дома настоятеля ничего не дал После допроса, на котором отец Иоанн, не побоявшись угроз, молчал Священника расстреляли И пятинцы похоронили своего батюшку в ограде храма Несколько поколений кладоискателей изрыли весь пол церкви И прилегающие к храму кладбище в поисках пропавших икон Однако так ничего и не нашли В советское время храм был закрыт, но продолжал оставаться духовным центром При храме в свое время похоронили местного святого, отца Максима Который делал пророчество, которое лечил людей И по сей день верующие старушки приезжают на его могилу, чтобы взять немного земли и каким-то образом ей лечиться И до сих пор молятся этому святому В 2015 году начались работы по восстановлению храма Теперь внутрь уже не попасть, однако и снаружи храм поражает своими архитектурными решениями и своей величиной А в 2016 году по благословению преосвященнейшего филарета епископа Барышского и Индинского Рядом с храмом живоначальной Троицы был возведен временный небольшой храм В честь преподобного Серафима Саровского Размещенный прямо на могиле старца Максима, почитаемого местными жителями за святого В храме регулярно совершается божественная литургия Местные жители еще помнят по рассказам своих бабушек о Максимушке Его пророчества знают наизусть Бойтесь Бога и молитесь Настанут последние времена, как паутиной опутается небо Полетят железные птицы, опуты станут невидимы Придут болезни и не будут щадить ни богатого, ни бедного И жизнь Бог не всем подарит Конечно, звучит это несколько наивно Но если вспомнить линии электропередач А потом незримые путы сети интернет То все вполне коррелируется с действительностью А если учесть, что самолетов на момент предсказания вообще не существовало То эпидемия COVID-19 предстает и вовсе понятным символом Вписанным в парадигму народных предсказаний Сбудется ли предсказание Максимушки, покажет время А пока мы сквозь Буран отправились дальше по заснеженным дорогам Отдаленных и малонаселенных деревень Ульяновской области Село Первомайское ранее называлось Сурский острог И было основано самим Богданом Хитрово Оно мыслилось как крайняя точка симбирско-корсунского участка засечной черты К сожалению, ничего, связанного с историей древнего поселения Которое существовало задолго до основания засеки Показать уже не получится Тем не менее, храм Казанской иконы Божией Матери Который осветили всего за две недели до Великой Октябрьской революции Еще украшает центр села Этот храм работал до Великой Отечественной войны Во время войны колокол сняли, чтобы переплавить на патроны С тех пор церковь перестала существовать Но здание осталось и сохранило остатки былой красоты внутренней росписи стен Сегодня в селе проживает около 150 жителей А когда-то его население измерялось тысячами Разыгравшийся буран Он отправил нас в Освояси Мы не успели доехать до села Городище О традициях, архитектуре и истории которого Тоже много можно было бы поведать Но мы еще не раз вернемся в эти места Чтобы показать вам наш родной и очень интересный край во всей красе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok